здравствуйте арсений селезнил зверобой в гостях у артема с его техникой значит хочу рассказать об отоплении можно громче а то тебя никто не услышит хочу рассказать об отоплении мой опыт там в доме который я приобрел было водяное отопление через регистры так называемые регистры там стоял угольно-деревянный котел переделанный под газ мне эта система была немножко знакома так как я видел такую работу но все-таки мне захотелось побольше комфорта и вам я тоже желаю побольше комфорта а это теплые полы можно было конечно поставить радиаторы батареи так называемые в комнатах но по всему периметру дома стояли так называемые регистры это толстая труба где-то 70 сантиметров диаметре приблизительно такая вот даже пальцы не смыкаются идет от подоконником и в самом низу вдоль пола это называется нижнее расположение я очень долго думал как как это все дело увязать подключить так как не было не было никаких никакой практики с этим делом никакой теории и мне надо было чтобы оно работало даже в выключенном состоянии от электричества этот газовый котел старый восемьдесят шестого года выпуска и он ему электричество вообще не нужно то есть он работал на гравитационной основе это значит что как сам гравицапа гравицапа да спичку поджег и все газ загорелся и достаточно значит снизу подымается по трубе горячая вода надавит вверх и подтягивает снизу от кольца там два кольца было слева и справа и она подтягивает вниз к нагреваемой рубашки так называемой поэтому я решил брать не стандартно я изучал всякие системы теплых полов в общем там все берется с холодной воды потом добавляется не берется с горячей потом добавляется туда холодной и разводится по ну это все я считаю это все как-то маразм бабушкин маразм как говорил один знакомый мне водопроводчик и действительно зачем брать горячую воду потом брать холодную воду узел подмеса делать там или трехходовой кран или трехходовой клапан или более сложная система потом разводить это все по комнатам я поступил иначе я начал в котле нагревать ровно столько сколько получается вернее я стал экономить очень сильно и чем меньше дельта от холодного до горячего тем меньше надо нагревать так как газ у нас не халявный хотя можно сказать почти не халявный так как нам дают некое в прошлом году нам давали лимит субсидии две с половиной тысячи кубов это не очень много я бы сказал это даже маловато но принципе у нас еще получилось некоторой экономии за счет того что я делал не горячую воду не грел до 70 градусов а потом с перемешивал с холодной подмес делал подмес холодной воды и нагревал пол до 23 градусов нет я сразу делал в котле минимально возможную температуру потом отбирал максимально высокой точке там день чуть чуть ниже максимально высокой чтобы не завоздушивалась кстати я пью кофе все что они коньяк показать не могу вывернуть не получается сейчас покажем что-то ну давай покажем странный вид на какой-то непонятный но это с молоком но не коровьем сгущенным непонятно и так я стал отбирать чуть ниже максимальной точки воду вот где эта труба подходит в самый верх начинает поворачивать регистра труба с этого места где поворот я высверлил аккуратно отверстие и сделал вертикальный выход потом под 90 градусов немножко неправильно надо было более плавно как-то сделать и вывести его вниз для удобства ребенке затем поставил трехходовой кран но не клапан кран и возможно даже можно не ставить в принципе он мне потом пригодился в этом году так артем уже засыпает и насос насос обязателен в данном случае так как у меня все диаметры были 16 все трубы металлопласт которые я заводил в теплый пол были 16 если бы я разводил двадцаткой допустим или использовал пластиковые трубы пайка или клейка то было бы немножко по-другому там можно было бы использовать больше диаметр и отказаться вообще вот насосов но насос нужен для того чтобы быстро прокачивать воду чтобы не было слишком большого расслоения горячий и холодный это немножко экономит по газу также я увеличил так называемый фитиль или запальник у нас называют запальник некоторые называют фитиль в общем разницы нет все что горит в начале маленький маленькое пламя которое поджигает остальное остальные горелки то вот эту штуку я увеличил просверлил больше для газа и больше для воздуха немножко там надо переделать я все никак не переделал чтобы была защита от затухания дополнительные так он абсолютно не тухнет он притухает когда сильный ветер только там некоторых местах если будет все это будет интересно если будете много задавать вопросов по конкретному вещам я конкретно объясню и естественно сниму видео по месту так что это обобщающие такое видео может кому кого заинтересует это вся система которую я сделал работает уже я бы сказал шестой или седьмой год так что меня в принципе все устраивает несколько раз у нас было два раза зимой выключалось электричество один раз какая какой-то ремонт был я уже не помню какой а второй раз в восемнадцатом году 18 19 января нас отключилась на неделю теплый пол работал не на сто процентов где-то процентов на 25-35 приблизительно я точно не могу рассчитать так как не было чем измерить и вообще не очень люблю считать вот мне говорят вот чем твой экономичный я не знаю чем экономичный но мне кажется что по сравнению у меня стоит советский котел тот который живет вообще немеренно ему сколько ни дай ему все мало я считаю что такую систему можно дорабатывать и дорабатывать то есть и внутрь можно поставить дополнительную рубашку как это и сделал я отдельно с этой рубашки у меня идет на нагрев горячей воды это сделал не в первый год а где-то на третий год после того как начала работать эта рубашка была экспериментальная поэтому я не знал точно как как что делать я приблизительно сделал так что результат дало результат дало до вода горячая у меня идет отдельно можно нагревать вот вчера у меня было 48 градусов баке отопления я включил на минимум котел на самый минимум то есть это что такое у меня самый минимум это значит работает запальник и дополнительно работает горелка она у меня одна работает из трех было три горелки 2 заглушил боковые и осталось у меня одна одна горелка центральная ее я заглушил почти наполовину но я думаю надо заглушить наполовину тогда будет вообще все шикарно что такое устал отдохни я вообще считаю что все система газового обогрева я имею ввиду газовый обогрев она сделана немножко ну как-то сказать бабушкин маразм то есть представьте себе автомобиль который разгоняется а потом а потом выключается двигатель и он едет на нейтралке пока он практически не остановится по трассе потом опять он включает двигатель разгоняется и опять делает на к разу на к ну то есть это как бы правильно с точки зрения этих разогнался и часть какая-то получается средняя скорость они лучше ли сразу ехать с непрерывной одинаковой скоростью почему сравнивать автомобилем других тоже так понятнее так понятней с космическими ракетами там все по-другому совсем все по-другому и вот я решил делать так чтобы у меня был непрерывная непрерывная подача топлива газ позволяет это делать поэтому почему бы так не сделать то есть у меня пасти все время горит пламя небольшое или запальник или основной основная горелка но она единственная и там половинка она горит на минимуме вот допустим перед сильными холодами где-то за два за три дня сильная холода у нас были минус 36 или что-то типа того нужно за три дня включить на максимум и идет нагрев постепенно дом разогревается холода обычно максимальный не своей продолжительностью не более пяти дней то есть есть такое понятие как самая холодная пятидневка и вот как раз этого и хватает даже на самом слабом котле даже на самом закрученном котле вот такой котел как у меня с низким количеством кпд этого хватает чтобы пережить такую такую самую холодную пятидневку так вот самая холодная пятидневка как видите я пересел она не длится долго может быть 6 дней может быть 8 но не более 10 дней обычно это три дня самые холодные и вот на них как раз рассчитывать нельзя можно конечно дополнительно нагревать чем-то камин печка я раньше печкой обогревал но печка у меня сдохла поэтому я думал самая холодная пятидневка это декабрь январь и февраль не не три месяца всего лишь высчитано не мной высчитано специалистами что есть такое время когда дует северный ветер и тогда самая холодная погода это приблизительно от крещения по-старому до конца января вот это время где-то с допустим можно брать даже с 14 с 14 января по 31 января это самое опасное время самое холодное может в этот промежуток быть самое холодное время по крайней мере у нас так может быть где-то по-другому но я думаю что приблизительно у всех стран во всех во всем северном полушарии где-то так происходит поэтому я считаю что очень мощный котел особого смысла нет брать если у вас есть деньги вы можете взять два котла как это предлагает предлагает фирма горение итальянская фирма они предлагают для экономии брать два или три котла оптимально говорят три котла по экономии это то что я почитал их документацию то есть один котел работает круглый год с минимальной минимальной мощностью он рассчитан на минимальной мощностью затем в помощь в среднее время допустим межсезонье это работает второй котел и в самую холодную пяти дневку помогает этим двум котлам третий котел ну или в морозы когда там у вас морозы я считаю что практически можно отказаться от этих дел конечно три котла это это классная вещь ну у меня такое финансовое состояние что я себе не могу такое позволить три котла я просто переделал тот котел и вот эта вставка в середину в я назвал его вкладыш в тот котел который есть универсальный он очень сильно помогает донагревать горячую воду и если ее доделать немножко там еще можно донагревать над над той вот над той рубашкой которая непосредственно над огнем можно еще сверху делать рубашку там вариантов куча плюс еще дымовые газы охлаждать дополнительно это все это можно несколько раз повысить производительность единственная неприятная вещь это конденсат у меня стоит кирпичная труба и в ней конденсат стекает по стенкам так как при горении газа образуется вода и углекислый газ вода в основном углекислый газ ну и немножко там всяких веществ по минимуму кислоты в основном какая там уксусная или какая-то кислота то ли муравьина ну в общем какие-то кислоты и оно немножко окислеет немножко разрушает глину поэтому желательно делать сразу дымоход из нержавеющей вот этой кислотостойкой трубы трубы ставить такие конечно их дополнительно там коррозионно-стойкая сталь да коррозионно-стойкая сталь она специально для дымоходов она уже там все нормально в ней я смотрел несколько лет в принципе коррозии не видно вещь хорошая рекомендую или переделывать или уже дополнять когда вы будете делать что еще теплый пол чем хорош теплый пол почему не батареи почему не регистры почему не паровое отопление ну паровое отопление отказались уже давно потому что пар во-первых очень опасен он может чуть ли не до взрыва довести если он скопится где-то там какая-то паровая пробка произойдет может так бабахнуть что мало не покажется потом гидроудары от пара это такая штука как будто кувалдой кто-то бьет по трубам и не может остановиться да вещь очень такая неприятная но тепло конечно аж жарко аж занавески подгорают я еще слышал такую историю это зап а еще ожоги такие что аж гангрена бывает да 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 насчет гангрены значит расскажу историю это человек человека привезли в больницу и почему-то он там то ли рукой дотронулся то ли что до радиатора но это паровое отопление и радиаторное одновременно если у вас маленькие дети или пожилого возраста есть лица за которыми вы наблюдаете со мной в палате был такой мужик так ему две ноги отрезали он когда спал да коснулся пальцами ноги пошла гангрена и естественно у нас такая медицина что мы никак помочь не смогли и отрезали ноги да в общем радиаторы это довольно опасная штука в детстве у меня была был такой плохой опыт скажем так печного отопления у нас была газовая форсунка в доме и что такое газовая форсунка это обычная печь или как называют еще грубо грубая такая узенькая печь специально построена под сжигание газа то есть там минимум всего нагревали стены и от этих стен излучением нагревалось все остальное то есть от центра квартиры расходилось в разные стороны естественно это внешние стены они были самыми холодными нельзя было ставить всевозможные шкаф допустим нельзя было ставить в упор надо было хотя бы 10 сантиметров от стены потому что там образовался грибок и если занавески были на окнах шторы обязательно окна закрывались шторами потому что холод был очень сильный кроме того что щели еще через стекло дополнительно проходил холод и в детстве мне было очень неприятно когда я захожу под раздвигаю шторы захожу туда смотрю и чувствую как из меня тепло уходит через стекло даже все было заклеено двойным бумагой это раньше заклеивали газетной бумагой и специально была еще бумага для лента так называемая для окон продавалась ну это вообще супер технологии вот а когда я закрывался шторой от печки то чувствовал как моментально остываю и замерзаю так же в детстве я ходил у меня были колороды ну тогда мода такая была и сверху теплые носки шерстяные а поверх них тапочки я не помню как они назывались с начесом там двойные снаружи были по-моему синие а внутри белые ну то есть там еще двойная ткань была и подошла и мне в них было холодно вот я это запомнил на всю жизнь кроме того двери когда отковыровались входные у нас такой первый этаж подполье было и щели в полу ну так как дерево оно не смыкается полностью а когда ссыхается оно немножко расходится поэтому там образовали щели и вот холодный воздух прямо подымался в этот момент ну там двигался там холодный воздух туда-сюда двигался и он прямо как волной проходил мимо меня и я все через все эти колготы хэбэшные потом носки шерстяные и через эти тапочки я чувствовал этот холод ледяной холод не знаю как там дети в скандинавии живут но мне было очень неприятно и я поэтому я предлагаю вам делать теплые полы водяные электрические или еще какие-то типа дымом которые обогреваются потому что это не только комфорт это еще и здоровье с вами был Арсений Селезнев Зверобой подписывайтесь на канал смотрите обновления пока 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 не забывайте не забывайте не забывайте